11 июня на Восточном мосту в Твери произошла авария. К счастью, обошлось без пострадавших. Но на это ДТП сотрудники госавтоинспекции обратили особое внимание. За рулем одной из столкнувшихся машин Лады 9 модели находился подросток, не имеющий права управления транспортным средством. По данным сотрудников полиции, именно подростки не только берут покататься автомашину родителей, но и становятся виновниками угонов, оставленных без присмотра машин. О том, как обезопасить свое средство передвижения, шла речь сегодня на пресс-конференции в УМВД России по Тверской области. Статистика автомобильных краж неутешительна. С начала года число таких преступлений по области выросло на 43%. Наиболее активные автоворы в Твери. Следом идет Ржев, Осташков, Торжок. Чаще всего преступников привлекают машины иностранного производства премиум-класса. Из 83 похищенных с начала года автомобилей 45 иномарок. Выявить автовора, закрепить доказательственную базу и, как следствие, довести дело до суда – задача непростая. Тем не менее, из 83 похищенных автомобилей 20 возвращены законным владельцам. За совершение краж автомашин к уголовной ответственности привлечено 31 лицо. Лицами, входящими в состав преступных групп, совершено 8 краж автомашин. Лицами, ранее совершавшими преступления, совершено 10 краж. Несовершеннолетними или с их участвием совершено 2 кражи автомашин. Показатель раскрываемости краж автомашин в нашем регионе составил 39,5%, что выше, чем в среднем по Центральному федеральному округу и по России. Сейчас сотрудниками полиции расследуются 32 уголовных дела по факту незаконного завладения транспортными средствами, проще говоря, в отношении тех, кто совершил угон. Число таких преступлений с начала года тоже выросло. И нередко к угонам автотранспорта причастны подростки. Их интересуют в основном отечественные легковушки, оставленные без надлежащего присмотра. Анализ оперативной обстановки говорит, что в основном на кражи и угоны преступники идут в темное время суток и выбирают машины, припаркованные у многоэтажек, на стихийных стоянках. Граждане ставят машину в районе места своего проживания, это подъезд, либо какая-то стихийно образованная стоянка, соответственно, там, где участок местности не освещен, и, соответственно, где есть условия, способствующие совершению кража автомашин. И потому первая мера профилактики таких преступлений – особое внимание к месту стоянки. Вероятно, платная стоянка, гаражный кооператив, соответственно, любое другое место, то есть освещенный участок местности, что затрудняет проникновение в автомашину. По полицейской статистике, чаще подвержены угонам машины, не оборудованные дополнительными охранными системами. Но нередко сами владельцы дают преступникам повод. Нередки случаи, когда лица проникают в автосалон с целью совершения кражи имущества с автомашины, но при обследовании, скажем так, транспортного средства внутри обнаруживают ключи, и, соответственно, после этого происходит хищение данной автомашины. Бывают владельцы, отлучаясь на несколько минут, оставляют в замке зажигание ключи, что тоже на руку автоугонщикам и ворам. Но особо специалисты советуют быть осторожными при покупке автомобиля, особенно бывшего в употреблении. Здесь бы я посоветовал приобретать автомашину с предпродажной проверкой. В настоящее время есть организации, которые осуществляют проверку транспортного средства как на наличие повреждений после совершенного ДТП, на наличие восстановительных работ, как кузовных, так и лакокрасочного покрытия, и, соответственно, честность автомобиля, номерных узлов агрегатов, наличие угона, наличие каких-либо ограничений. Слишком низкая по сравнению со среднерыночной цена машины тоже должна вас насторожить. Либо автомашина была, ранее участвовала в серьёзном ДТП, она восстановлена, она может быть в хорошем состоянии, может быть выполнена работа очень качественно. И, соответственно, также может впоследствии при регистрации транспортного средства обнаружиться изменения номерных узлов и агрегатов. Чтобы завладеть автомобилем, преступники придумывают новые методы, используя современные средства и оборудование. Чтобы обезвредить воров и угонщиков, предотвратить преступления, оперативники постоянно проверяют, как вероятные места отстоя, автосервисы, гаражные кооперативы, платные автостоянки. И это приносит, пусть небольшие, но результаты. В начале этого года в региональный следственный комитет поступили уголовные дела по группе угонщиков, специализирующихся на краже в Твери и Удомле автомобилей Тойота. Расследование уголовных дел находится на стадии завершения. Автомобиль давно перестал быть роскошью. И, как выразился классик, перешёл в разряд необходимого средства передвижения. А потому не давайте преступникам отобрать у вас эту необходимость. Все мы имеем транспортное средство. Любая семья, как минимум, одну машину имеет. И, соответственно, чтобы владеть данным автомобилем, нужно как-то обезопасить себя от преступного посягательства. Соответственно, быть бдительными.